Одним из традиционных мероприятий Тверской области уже много лет является межрегиональный фестиваль духовной и светской музыки «Пробуждение души», который проходит в рамках завершения Волжского крестного хода. И каждый раз местом проведения фестиваля становится Калязин. О том, как прошел фестиваль, рассказывает наш корреспондент. В этом году фестиваль «Пробуждение души» был посвящен 500-летию обретения мощей преподобного Макария Калязинского. Организаторы фестиваля Тверской областной дворец культуры «Пролетарка» и администрация Калязинского района. С приветственным словом к собравшимся обратился глава Калязинского района Константин Ильин. Наши святые мероприятия объединили многих православных христиан. И мы сегодня, пройдя крестным ходом от Кашина до Калязина, почувствовали силу, мощь, соборные молитвы, душевный подъем, духовный подъем. Концерт открыл народный ансамбль песни и танцеволжанка. Коллектив исполнил песню о местном крае и Калязинских кружевах. А народная хоровая академическая капелла из Твери исполнила песнопение «Сбранный воеводи» и «Слався». Еще один коллектив, который принял участие в фестивале – вокальный ансамбль «Лира» из «Зато озерный». В нем много юных участников, однако репертуар у коллектива серьезный. Участники много занимаются, участвуют во множестве конкурсов и фестивалей, выезжая за пределы области. Конкретно духовной музыкой мы занимаемся на протяжении трех лет. Как часто? Конкурсами перед важными мероприятиями каждый день по несколько часов. Ну а если это общередовые какие-то мероприятия, то два раза, три раза в неделю. Народный ансамбль русских народных инструментов «Калинка» из «Кимор» покорил зрителей своим выступлением. Коллектив – визитная карточка города. Его знает не только в Тверской области, но и далеко за ее пределами. А руководитель ансамбля Светлана Шудько рассказала, что коллектив часто приезжает в Калязин и хорошо знаком с историей города. Мы очень знаем историю города, часто приезжаем. У нас очень много знакомых в этом городе музыкантов, профессиональных музыкантов. Мы рады всегда новой встрече с вами. Ваш город очень любим, потому что его невозможно не любить. Всем выступавшим были вручены дипломы и статуэтки, а также памятные подарки. Кроме того, организаторы выразили благодарность всем участникам за праздник искусства и творчества, которое можно назвать духовным подвигом во имя сохранения русской культуры и традиций.